И всем привет! С вами Глент, Кобяков, Серега, и вы на канале А4! Сегодня мы будем пробовать школьную еду из разных стран мира. В общем, ролик обещают быть очень интересным, и все будет по классике. Мы по очереди с пацанами будем выходить сюда и выбирать цифру. Под каждой цифрой есть страна, и обед из этой страны мы будем пробовать. Ну и, конечно же, будем оценивать школьную еду. Максимальная оценка 100 баллов, минимальная 0. Все логично, ну а в конце мы узнаем победителя, где самый вкусный школьный обед. Мне кажется, это у меня в школе чай. Вот это был просто разнос. Ладно, все, давайте приступать! Начнем с первой цифры, это будет 17. Ха, Словакия. Ну, там много слав живет. Так, теперь моя очередь, я хочу выбрать самую несчастливую цифру, это циферка 13. Я, я видел, конечно, школьников из этой страны. Я не понимаю, что они могут есть, это Турция. Но они такие энергичные, такое ощущение, как будто у них там только кофе на обед дают, и кебаб. И моя очередь, 23. Сколько мне ей лет? Аааа, это Нигерия. Из Нигерии мы, походу, еще ни разу ничего не пробовали. Это точно правильный флаг, может просто в принтере краска закончилась. Это пауза. Так, стоп, поставили на паузу, спустились вниз, нажали лайк, написали комментарий. Например, желаем вам приятного аппетита, ну потому что мы сегодня будем есть. И включаем, продолжаем видео. Просто надо помнить, что ни Германия, ни Турция не может сравниться с этой страной. Ну, несите наши первые обеды. Вау, офигеть! У меня в Нигерии вода. Да, просто вода, ни сок, ни лимонад, ни компот, вода. Яйцо вареное. Ну, по классике вареное, как и в России. Макарошки с какой-то специи, с горохом. Нормально, там потолки взлетают в класс. Ну, соленые специи, ну, интересно. Папайя. Папая. Папая. Ммм, шикарно. Я уже знаю оценку на этом обеду. На самом деле, есть информация, что в Нигерию люди идут учиться в школу с трех лет. Давайте перейдем к Турции. Есть гранат, стандартно. Яблочко, нормально. Виноград, какие-то орехи. Дальше у нас идет хлеб и какая-то вот такая жижа. Это айран. Так, ладно, может быть, с хлебом будет норма? Айрана я встал сегодня. На самом деле, я знаю, как много людей пьют айран, поэтому сразу же могу перед вами извиниться и сказать, что просто, ну, не мой вкус. Я больше кефир люблю или молоко, но обед в Турции такой. Водим позитив. Меня максимально раздражает рыба, которую я здесь увидел. Она выглядит как сюрфстреминг. Нормально, это неплохо. Не, на самом деле, это я неожиданно просто закинул. Это вкусная рыба, она копченая. Солененькая. Также вот есть салат с помидоркой, перцем и какими-то листочками. А помните салат из наших школ? Вот этот, морковка с яблоком. Блин, вообще обалденный салат, реально самый топовый. Не знаю, дают ли сейчас в школах вам, напишите в комментариях, интересно будет узнать. Это вообще божественно. Так, яблочек и фрукты. Самое обычное яблоко, ну и, я так понимаю, самое обычное киви. Но мы узнаем благодаря этому обеду, что в Словакии нет воды. Реально, чем запивать-то? Так, оцениваем. У меня 70 баллов. 68. Я поставлю Турции 87, и я объясню почему. Я так понимаю, там все продумано и должно хватить на весь учебный день вот этого обеда. И если это так, то, в принципе, ты не думаешь о еде, легко поел, по кайфу, еще и солнышко светит в Турцию. 87 баллов, я думаю, заслуженно. А мы идем дальше. Девяточка. Ого, ну там должно быть вкусно. Франция. А я возьму восьмерку, знак бесконечности. Южная Корея? Собаку будешь есть. Не буду, я ей собаку. А я далеко ходить не буду, возьму вот такую цифру. Опа-на. Украина! Ну что, давайте дождемся наши обеды. Открываем глазки. Так, давайте начнем. У меня спаржевая фасоль, морковка с яблоком, киви, сыр бри, пудинг шоколадный и говядина. Пробуем. Нифига ты, Кусман, взял. Так, сырочком заедаем. Фасоль, морковка и яблочко. Киви стандартные здесь, но я попробую, а то подумают люди, что я киви не люблю. Ты ее чистишь, как дед. Дед чистит киви, смотреть онлайн без регистрации и смс. Топ. И Путин. Короче, у Франции вообще обалденный обед. Кстати, пацаны, а вы знали, что во Франции 20-бальная система оценок? А там двоечники, это получается четверочники? Теперь Южная Корея. Ну, здесь, в принципе, что-то напоминает эту страну. Например, вот такой вот суп с рыбой. Ох, перченый! Ооо! Дальше у нас идут брокколи. Это какие-то кусочки, я так понимаю, курицы с рисом. Фу! Ребята, это не курица, это какая-то хрень. Это, скорее всего, тофу. Тофу это соевый продукт, это не мясо. Капуста. Ммм, классная. Ну и на финале у нас вот такой вот болгарский перчик. Ну, корейский перчик. Корейско-болгарский перчик. Выводы сделаны, можем переходить к Украине. Итак, у меня тут, ну, даже объяснять, мне кажется, не надо. Пюреха, нежное, мягкое, сытное. Я, блин, смотрю и завидую. Тоже капустка, тоже квашеная. Нормально. Колбасочки две, точнее сосисочки. Вот это интересно, что такое. Это блин с вишней. Так, попробуй борщ, борщ, борщ. Погоди, сейчас запью. Это морс клюквенный, но он не кислый, он прям как надо, сладенький. Итак, я главный ценитель борща в этой студии, я сейчас пойму по лицу человека, насколько качественно передан украинский борщ. У тебя побородеть, ну что, сейчас на рубашку. Это правильно. На рубашку, на рубашку наберу. Это правильно, значит, это хороший суп. Он вкусный, но как говорит Бленд, у бабушки вкуснее. Естественно. Итак, ставим оценки. Это 74. Я ставлю 45 баллов. Я ставлю 81 балл. Серега, ты что делаешь? Я решил попробовать эксперимент повторить. Ну, когда стаканы поют. Только что-то не получается. Да ну, разве это эксперимент? Давай-ка я тебе сейчас покажу эксперимент. Опа, смотрите сюда. Сейчас я выпущу привидение. А ну-ка, отойдите чуть подальше. Мне хватит всего лишь одной маленькой ложечки. Зацените, как круто! Глент, вот это ты даешь. Это еще не все. Я знаю 24 клевых эксперимента. Сейчас покажу еще один. Прикол над другом. Смотри, берем красный краситель и смешиваем его с водой. Буквально 3 капельки. А для чего краситель? Ну, чтобы было понятно, что это вода, а не фотошоп. Теперь берем специальную баночку и высыпаем. Будет обалденно. Теперь все это дело смешиваем. И совсем чуть-чуть ждем. О, получилось! А теперь смотри на реакцию Кобякова. Кобяков, посмотри вверх. Ты чего? Сработало! Смотри, вода, а то и жидкость превратилась в твердый материал. Но это еще не все. Берем специальный пакетик с морской солью. Выливаем 60 миллилитров воды. Размешиваем. Неужели она сейчас превратится обратно в воду? Как ты угадал? Да ну, я не верю! И... А? Зацените! Теперь это снова жидкость. Блин, откуда у тебя все это? В смысле откуда? Вы что, не знали? Это же эксклюзивный набор экспериментов от А4. Купить его можно только на Яндекс Маркете. Кстати, я вам показал только 2 эксперимента. А в этом наборе их 24. И помимо этого набора есть еще 4, которые можно купить только на Яндекс Маркете. Ну, Серега, посмотри. Вообще дома можно сделать и вулкан, и разноцветный огонь, и еще много чего интересного. Но только под присмотром родителей или взрослых. Эй, Серега, дай мне посмотреть. Йо-йо-йо, успокойтесь, можно просто спуститься по ссылке в описании и купить себе такой набор. Ребята, вы тоже спускайтесь и покупайте боксы для экспериментов от А4. Ссылочка в описании. Очень круто, точно такой себе куплю. Эй, отдай, Кобяков. А где ты там сказал купить? По ссылке в описании, я же сказал. Ладно, все, давайте идти дальше. Выбираю номер 1. Россия! А я тогда выберу третий. Япония! Цифра 7. Испания. Ждем блюд. Итак, открываем глаза. Да, очень много интересного контента. Ну, Россия, котлеты, макароны, сыр, суп овощной и вишневый компот. Так, начнем с супа. Я суп в столовке, на самом деле, всегда не очень любил. С другой стороны, вот вы вспомните, каково было, когда вас отправляли на кровать в столовую. Дежурство на целый день. Ля, это так круто! Да, просто сидишь и вот встаешь, и даже ни у кого не спрашиваю. Такой, я сегодня дежурный. А я извиняюсь. Все пока что по традициям, мне все нравится. Я не могу отломать кусочек. Так ты ешь нормально и будет ломаться. Вот другое дело, начал хоть мясо есть, хоть на человека стал похож. Так, макарохи. Ну, макарохи святое дело, мне кажется, это вообще. Ну, нельзя сделать макароны плохо. Попробуй. И компотик. Ну, я так понимаю, вишневый, да? Вишня с яблоком. Ладно, давайте пройдемся по Японии. У них здесь есть листы нори, отдельно лежащие. Мне кажется, это вообще странно, но... Это очень вкусно. Это до свидания просто, это ужас полный. Дальше у нас идет перец чили, супчик и рыба. Но в рыбе я максимально не уверен, потому что я ненавижу рыбу. Но я вижу, что она красная и в панировке. Ммм, вкусно? Да. Дальше у нас идет суп, который называется мисосуп. Не понравился? Какой он соленый, рыбный какой-то. Так, ну и последнее, что у нас осталось, это молочко, да? Да, после рыбы и рыбного супа. Ну да, это просто молоко. Ну, значит, они любят подрифтить, и японцы все-таки. Нет, в целом, ну нормально, но мне кажется, мой русский организм не выдержит нагрузки. Короче, свою оценку я уже примерно знаю. Окей, переходим ко мне. Испанцы, что едят испанцы в школе? Рыбу жареную. Красная рыба. Вкусно, едабельно, вкуснятина. Кускус. Ну, по вкусу это просто пшенка такая разваренная. Немножко островатое, потому что здесь есть перчик. Горох. Огурчик. И на десерт голубика. И... Что это такое? Глубника. Я не знаю. И большая земляника. Нет, на самом деле мы не тупые, мы знаем, что это клубника. Это земляника, потому что в магазинах реально продают землянику только крупную. Только зимой. Не понял. В наших странах, потому что земляника и клубника зимой не растет. И привозят оттуда-то, оттуда, в Забогорье землянику. А у них такая вот большая земляника. И, кстати, еще один факт интересный про Испанию. У них в конце четверти оценки выдают в конвертах учителя. Чтобы другие ученики не знали, какая у тебя оценка. А, типа, чтобы они издевались, да, на двоечки? Наверное. А в Японии учебный год начинается в апреле. А заканчивается когда? Да какая разница, когда он заканчивается? Ты просто представь, ты учишься летом! Июнь, июль, август, чисто начало учебы, жесть! Так, короче, оценки. Я ставлю 11 баллов. Я ставлю 40 баллов. Так, у тебя что? Шикарно, 77 баллов. И идем дальше. 4. И у меня Италия. Теперь я, я хочу выбрать что-нибудь подальше. 18-27. 27-го у меня день рождения, но 18 как будто хочется больше. Что это за страна? Ты что? Ты что? Сингапур, это капец, какая богатая страна. А, я выбираю цифру 12, тут недалеко. Индия. Ну, индусы, может, чем-нибудь удивят. Ребята, а давайте проверим, зрители из какой страны самые активные. Спускайтесь прямо сейчас под ролик и нажимайте на красную кнопочку подписаться. А потом мы посмотрим по статистике, из какой страны вас подписалось больше всего. Ну и, конечно же, сами пишите в комментарии, откуда вы. Пока что по статистике лидирует Россия, но все может измениться. Так что давай быстрее, ребятки, спускайтесь вниз и нажимайте на кнопочку подписаться. Та-дам! Ой, Индия удивляет. Ой, Италия, чего? Ты посмотри. Давайте я сразу прям попробую, мне не терпится. Это красная рыба. Опять рыба? Почему в школе так много рыбы во всем мире? Потому что у всех этих стран есть море. А у меня другая теория, потому что в рыбе очень много полезных питательных веществ. Пробую рыбу. Топ. Теперь макароши. Они, кстати, с кармезаном. Моцарелла с черри. Я не верю, что такое могут давать школе. У нас на мероприятиях для блогеров такое раздают и это расхватывают за секунду вообще. What? Конечно вкусно. Тут выглядит все вкусно, то ли дело в Сингапуре. В обед почему-то они едят жареное яйцо. Как бы тоже вопрос, на каком основании такое происходит. Потом у нас есть буженина и рыба. Дальше у нас есть тушеные овощи, которые я просто ненавижу. Я терпеть не могу все тушеное. Вы посмотрите просто. Но этим же можно пытать людей, мне кажется. Ну и самое главное, это какие-то черви. Подсказывает А4Продакшн, что это раскисой. И первым делом я хочу попробовать именно это. Прогладывай, что они у тебя в желудке прорастают. Е-бой! Чуваки, это как горох. Сухой горох? Нет, вот именно свеженький такой. Ну, прям вот как у бабушки. Вау, круто! Так, тушеные овощи. Я их терпеть не могу, но попробовать, конечно, ради ролика стоит. Как говорится, ни рыба, ни мясо. Гуженинку небольшой кусочек. Ой, а приправы вкусные. Я вот только что приправу распробовал. Вау! Так, рыбу, если честно, пробовать не хочется, но ради вас придется. О, господи, что это? Если будете в Сингапуре, никогда не берите жареные анчоусы, это просто ужасно. Ну и жареное яичко. Здесь все по стандартам, в принципе, неплохо, нормально. Итак, смотрим школьный индийский обед. Школьный индийский обед, чек. Это рис с карри. Кстати, смотрите, иллюстрация сингапурских копников. На пелемене. Так, зачем-то здесь лимон. И гулыга. Кто? Какая-то субстанция коричневая. По вкусу как горох, причем остренький. И здесь еще белая брокколи. Фу, ненавижу, не буду пробовать. Обычная морковка, вареная. И пожаренный лаваш. И, как говорит Кобяков, лепешка. Короче, все, погнали выставлять оценки. Я так понимаю, все уже готовы. Да, у меня 90 баллов. У меня 51 балл. 52 балла. Кстати, есть интересный факт про Индию. Там есть одна школа, в которой учатся 32 тысячи учеников. Сколько? В одной школе. Это сколько букв нужно, чтобы класс описать? Первый твердый знак. Это сколько килограммов риса надо сварить на обед? Ну, как целый город. Идем дальше. Цифра 2. Америка. Да ну забей, эти американцы, как обычно, там бургеров напихают. Я вот пятерку хочу выбрать. Ну, недалеко ты ушел. Ну, последнее на этом ряду. И у меня Финляндия. Открываем. Вау! Ну, прям как из американских сериалов. Надеюсь, что найдутся не рыбные. Рыбные, 100% рыбные. Нет. Фриные? Фриные. Картошечка, горошек, ну и немного фруктов. Ананас. А мы ее, я про Америку. На самом деле, вот очень впечатляет вот эта вот печенька. Это шоколадная американская традиционная печенька. Мощнейшая просто. Называется чикпути. Чикпуки? Чикпуки. Чоколад чипкуки. Вот как это называется. И давайте теперь посмотрим на Великобританию. Здесь я вижу, в принципе, знакомые очертания. Рис с горошком и кукурузой. Очень даже неплохо. Дальше у нас идет маленькая капуста. Фишкейк. Слово fish с английского переводится как рыба. А кейк по-английски как? Кейк это пирог. А, понятно. Рыбный пирог. Рыбный пирог, да. Как неприятно. Так, ладно, я попробую вообще маленький кусочек, потому что это перебор для меня. Не понравилось? Пускай они со своим фишкейком... В Америку пускай едут. Это творог? Вот это неплохо. Да, это йогурт, и это очень вкусно. Интересный факт про Великобританию. У них в школах запрещен флэнг. То есть типа нельзя сказать здорово. Нужно именно сказать добрый день. Походу они очень-очень воспитанные. Естественно. О, вы из Англии? В Финляндии у нас супчик. Суп гороховый. С колбаской какой-то. Вроде сытный, но такой себе. Так это же колбаса подкопченная, должна быть вкусной. Да, я не люблю такую колбасу. Нет? Вот, идем дальше. Тут у нас есть морковка сухая. Винегрет. Я что-то не понимаю, а этим вообще возможно наесться? Конечно, возможно. Знаешь, сколько в булке калорий? Тем более, она похожа на мини-колобка. Десерт. Обожаю, когда в обедах есть десерт. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, десерт в обедах, это нормально? Ну, плат его хоть, понимаешь? Первое, второе, третье, четвертое, пятый комфорт. Так, это у нас блин с чем? Ну, блинчик с клубникой и с черникой, что и здесь расположено. И, кстати, в Финляндии есть очень офигенное правило. Ученика нельзя вызывать к доске, если он не хочет. Что? Так можно было? Учительные говорят, так, Антонов, к доске отвечать. А я такой сижу, я не хочу. Ладно, американскому обеду я ставлю 92 балла. В Великобритании, а на же Англии, я ставлю 20 баллов. И я ставлю в финской школьной еде 61 балл. Вот такие оценки, двигаемся дальше. 14. Что там? Таиланд. Я хочу выбрать себе циферку 10. Такая вот висит здесь караси. Греция? Греческий салат будешь есть. Да ну, мне кажется, вряд ли. И я беру, тут недалеко, цифра 22. Швеция. Мне кажется, в Швеции вообще плохо. Давайте узнаем. И... Опа-на, предлагаю начать с меня. Швеция. Картошка вареная. А где мясо? Вот у меня тот же вопрос. Ну, мне кажется, просто Швеция очень экологичная страна. Там ездят на электрокарах, едят мясо, всякое такое. У меня, короче, вегетарианский обед. Короче, что-то на занудном. Это, кстати, потому что в Швециях, в школах можно выбрать разные обеды. Прикинь, у тебя есть выбор веганский, вегетарианский, простой обычный там. А еще в школах у них запрещены сладости, там йогурты, чипсы, все что-то такое противное. Пускай посмотрят в нашем роли, как пронести сладости в школу, там все понятно. Пробуем капусту. Немножко перченое. Бобы. И соленое печенье. А что это за напиток? Все попробуем. Ой, какой кислый. Это брусничный сок. Так, теперь греться. Здесь, в принципе, мне нравится все, как выглядит. А если мясо будет вкусное, то все, я уже знаю фаворита. Ммм, мясо-то неплохое. Здесь еще есть какая-то такая кашка. Очень неплохой гарнир. Называется Орза. Это такой, знаете, сплющенный рис. Дальше у нас идет... Кстати, извините, что перебью. Кислый сок и соленая печенька офигенно сочетаются. Ладно, продолжаем прогрессию. Апельсин. Ну, обычный апельсин. Дальше у нас идет вот какой-то такой завертыш. Это голубец. Мне кажется, это штука с сюрпризом. Давайте узнаем. Ммм, неплохо. Это похоже на долгу. Это фаршированный виноградный лист. Дальше у нас идут вот такие вот маленькие помидорки. Вкусные. И, конечно же, творог с гранатом. Ммм, отборный вкус. Греция понравилась. Так, теперь Таиланд. Минералка из мяса у нас... Так, хочется вот сделать вот так вот. Это уже, это уже отвратительно. Не очень? Максимально не очень. Так, надо сразу с гарниром пробовать. Это свинина в кисло-сладком соусе с рисом. Ну и на десерт папайя. С морогом или что это такое? Может, это тоже рис, но молочный? Ммм, с молочным рисом. Реально? Да. По приколу сказал. Давайте выставлять оценки. У меня оценка 89. 37. У меня 32. Вообще слабо. И следующий лот у нас цифра 15. Китай. У меня будет цифра 19. Чего? Иран. Так, у меня 16, чтобы далеко не ходить. Румыния. Ждем блюда. Опа-на. О-хо-хо-хо! Румыния! Ребят, вы мне забыли обед принести. Вот обед, Кобяков. Это мой обычный завтрак. Круассан. Угу. Без ничего. И кефир. Так, пробуем. Ну, Румыния, что еще сказать? Ну, а у меня Иран, и здесь прям полный набор. Во-первых, это мясо, это уже не рыба, в этом я уверен. Это называется кебаб. Это кебаб из ягненка, ребята, нифига себе. Ммм, прожаристый, хороший. Дальше у нас идет такой обычный рис. Угу. Помидорчики, уже не черри. Ну и самое необычное, это писташки. Ну, писташки в школе, это, конечно, вообще капец. Но! Прикол в том, что после писташек тебе дают молоко. Серега, что у тебя? Ох, Китай у меня. Ты что, не видишь? Чем богат Китай? Подделками. Итак, подделка на рис. Ну, реально, подделка не похожа на обычный рис. И какая-то странная пеция. Что? Ну, подделка на специи. Мне всегда прикалывают эти подделки из Китая. Мы вот напишем Абибас. Не докопаются. Окей, какая-то тефтелька. Кстати, от Китая я ожидал, что какие-нибудь будут кальмары или осьминоги. Ну, нет, в принципе, такой обед. Огурчик, брокколи. Ну, как бы мне пробовать не буду. Ну, и какая-то трава. Обычная капуста. Все. Да, вот такой вот сомнительный раунд, но интересно про Румынию было посмотреть. Давайте выставлять оценки. А почему так строго? А что не так было? Поел, поел. Если сравнивать со всеми обедами, которые были сегодня... Я поставлю 30 баллов, ну и китайцу я дам 41,5. А почему с половиной? Потому что мне жалко китайских детей, потому что у них всего один месяц каникул. Представляете? Что? Это же невозможно. Как можно отдохнуть за один месяц? Либо это им нравится, либо их заставляют. Давайте идти дальше. Цифра 25. Шотландия? Сторона проветривания. Так, у меня будет цифра 21, потому что мне столько лет. О, Израиль. А у меня 27. Прикиньте, нет страны. Реально, ничего не выпало. Как это называется? Это что-то, мне кажется, из сказок. Стрелинедад и табаго. Ну, это страна из 4-х человек. Подсказывает, что это страна на Карибах. Давайте узнаем школьный обед всех этих стран. И открываемся. Ого! Израиль, ты что творишь? Я думал, ты на маё говоришь? Ого! Ты посмотри, какая вкусная паста. Какая-то вермишель. Походу, невкусная паста. По запаху не очень. Конечно, на всю школу готовят. Это пересушенная карбонара. Только у меня вопрос, почему она в Шотландии? И гренки. Ужасно у них кормят. Так, теперь давайте посмотрим на Израиль. Израиль, я знаю, что у них офигенное образование. Поэтому, ну, с обедами тоже будет всё неплохо. Выглядит очень вкусно. Непонятно, что это. Это мясо или что? Давайте узнаем. Такое приятно солёное, с помидорчиком. Кстати, интересный факт. В Израиле не задают домашнее задание. Прикиньте. Дают его только, если вы не успели что-то пройти в классе. Так, значит, дальше у нас, помимо вот этой вот вкусняшки, есть ещё мармеладочки. Сухофруктики. Сухоягоды. Потом несухофруктики. Обалденно, обалденно, очень вкусно. Ну, это точно клубника израильская. Это израильская клубника. Дынька. Замаскированная под арбуз. Виноград? Всегда рад. И батончик со злаками. Блин, пацаны. Вкусно? Ну, больше не попробовать. Ну, 10 из 10. Сергей, расскажи про своё. Тринидад и Тобаго. Кстати, Тринидад это остров, и Тобаго это тоже остров. Короче, страна названа в честь двух островов. У них тут обычная вода. Лепёшка какая-то полужаренная, полукопчёная. Мясо вкусное. Так, и попробую какое-то мясо. Вроде похоже на говядину. Выглядит очень странно, я такое никогда не видел. Пробуем. Да, говядина. А что это такое? Нам сказали, что это бычий хвост. Он этим отмахивался от мух. Так он ещё и висел рядом с... Он висел рядом с землёй. Итак, Шотландия. 4. Почему 4? Ну, потому что как будто эту пасту уже кто-то поел и потом выплюнул. Понял. А во-вторых, очень мало. Я ставлю Израилю 95 баллов. Я считаю, что это абсолютно заслуженно. Всё идеально вкусно, ну просто великолепно. У Серёги теперь будет психологическая травма. Этим замечательным двум островам я ставлю цифру 9 или 6. Ну, как хотите. И эти оценки, оба они максимально низкие. Тут вот даже хвост нарисовал. Идём дальше. Теперь я первым возьму, и у меня будет цифра 24. 24. Это Куба. У меня 26 тогда. Эфиопия. 20. Ну, красивая страна. Звучит красиво. Венгрия. О, не знаю, не знаю. Давайте узнаем. Ба-бам. Предлагаю с меня начать. Довольно-таки всё просто здесь. Начнём, пожалуй, с супа. Куриный суп, обычный. Ну, это какие-то сплюснутые чебуречки. Угу. Это чечевица. Она чуть остренькая, но похожа на горох. Ещё у тебя орехи и фисташки. В принципе, ну хорошо. Летим на Кубу. Куба нас радует каким-то супом, который очень-очень густой. Ммм, чечевичный суп, достаточно острый, очень даже неплохо. Дальше идёт рис с горошком. Такое. Я ел рис и получше. Дальше идут бананы в кляре, это на десерт. Ммм, просто вкусно. Дальше у нас идёт курица, давайте её попробуем. Очень даже неплохо, слушайте, Куба радует вообще. Куба тебя радует, а Эфиопия вообще максимально не радует. Ты посмотри, что это такое. Они решили всё смешать, всё, что было. Вот меня интересует сначала, что вот это. Лук. По лбу. Драка, драка! Ты уже второй раз меня доводишь! Пробуем. И лепёшка. Ну и что, как на вкус? Как обычное овощное рагу, собранное на лепёшке. Только все ингредиенты разделены. Короче, сделали рагу из всего, что есть в стране, и вот, пожалуйста, кушать в школу. Да, получилось рагу. Понял. Так, я ставлю оценку. В Эфиопии ставлю 12 баллов. Я Кубе ставлю 87 баллов, прям очень вкусно. Ну, а я бенгрии 38. 30, потому что есть куриный суп, а 8 за всё остальное. Ну что ж, этот ролик подошёл к концу, и сегодня у нас побеждает Израиль. Америка на втором месте. Ну и на третьем месте Италия. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на этот канал. С вами был Глент, Кобяков, Серёга. Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...